Здравствуйте, друзья! С вами я, Виктория. Сегодня я буду готовить салат Цезарь. Салат Цезарь – очень популярный салат европейской кухни. Я перепробовала огромное количество разных салатов Цезарь и адаптировала под нашу семью один рецепт, с которым хочу поделиться с вами. И в конце к салату я приготовлю рецепт-бонус – горячие тосты с козьим сыром. Если рецепт вам понравится, ставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Для приготовления салата нам понадобятся куриные грудки или куриное филе, 150 грамм, зелень, листья салата. У меня уже готовый микс листьев салата. Я их покупаю в Карифуре, они уже промытые. Куриные грудки, сухарики, 2 помидора, 2 авокадо, маленькая луковичка, чеснок. У меня сушеный чеснок, но можно, конечно, использовать свежий. Два типа растительного масла, уксус, соль, перец. Для начала нам надо отварить куриные грудки. Выкладываем их в воду, доводим до кипения. Снимаем пенку. И подсаливаем воду. Затем очистим авокадо, разрезаем его напополам, удаляем косточку. Очищаем от кожуры. И нарезаем авокадо на кубики, на небольшие кубики вот такого размера. Затем нам нужно нарезать помидор. Помидор нарезаем дольками. Вот такого примерно размера дольки, чтобы не очень толстые были. Очищаем маленькую луковицу. Лук в этом салате не обязательно, но я люблю, чтобы присутствовало немного лука. Лук нужно нарезать соломкой. Тоненькой соломкой я нарезаю лук. И потом я немного его разделываю руками, чтобы было совсем мелко. Лука совсем мало, поэтому он практически не чувствуется в салате. Затем нам надо приготовить заправку для салата. Для этого в небольшую емкость, это удобно делать в стакане, потому что потом нам надо будет его хорошенько взбить. Наливаем 7 столовых ложек растительного масла. У меня масло двух разных сортов. Растительная смесь масел и подсолнечное. В масло добавляем сушеный чеснок. Можно выдавить свежий чеснок. Солим и перчим. Хорошо перемешиваем. Затем добавляем 1 столовую ложку уксуса 5% уксуса яблочного или другого, тот, который у вас есть. И хорошо перемешиваем. Добавляем 2 чайные ложки дижонской горчицы. Дижонская горчица не крепкая обычно, у меня не крепкая. И хорошо перемешиваем. Перемешать надо очень-очень хорошо, прямо как бы взбить. Вот сейчас я вам покажу, какая получилась консистенция. Консистенция получается такая, кремовая. Если вы хотите немного пожиже консистенцию, то можно добавить еще немного растительного масла. Куриное филе отварилось. Я его немного остудила и нарезаю ножом, вот на такие небольшие кусочки. Все готово. Забыла сказать, что надо еще нарезать зелень. И приступаем к выкладыванию салата. В емкость выкладываем сначала листья салата. Затем сверху выкладываем лук и зелень. Сверху выкладываем куриное филе. Помидоры. И авокадо. В этом салате очень важно листья салата. Листья салата ни в коем случае не надо делать мелкими слишком и не надо нарезать ножиком. Конечно, лучше купить уже готовые листья, которые вот такие целенькие и не нарезанные, ничего. Потому что я очень часто пробовала этот салат в России. Его часто нарезают, делают слишком мелко листья. От листьев салата в этом салате зависит очень многое. Сверху посыпаем гренками и помидорами черри. Перемешивать этот салат надо вот именно так, как бы сверху вниз. И теперь, как я и обещала, бонус, приготовим тосты с козьим сыром. У меня вот такой козий сыр. Сейчас я вам разверну и покажу его. Вот такой. Два кусочка на каждый тост у меня уходит. Хлеб для этого нужен. Хлеб для бутербродов. Если у вас нет такого хлеба, то можно это заменить обычным хлебом, нарезанным на такие ломтики квадратные. Сыр нарезаем на небольшие круглые кусочки такие, не очень толстые. Укладываем два кусочка на каждый хлебушек. Предварительно нужно разогреть духовку до 180 градусов. И выкладываем на противень 4 наших тоста, бутерброда. Ставим их в духовку, заранее разогретую. Запекаться 15-20 минут. Смотрите, они должны хорошенько зарумяниться. И сыр тоже должен зарумяниться. Салат, пока готовится тост, нужно убрать в холодильник. Еще один важный момент, который я хочу вам посоветовать. Заправлять салат соусом нужно в самом конце. От соуса, ну соусы бывают разные к этому салату. И от того, как вы подаете с этим соусом салат, зависит очень многое. Поэтому обязательно поливайте соусом в самом конце, перед подачей. Иначе листики размокнут и сухарики тоже размокнут. Тосты подрумянились, сыр подрумянился, значит тосты уже готовы. Можно их доставать. Сервируем тарелки с салатом, с тостами и подаем к столу. У нас это, например, на легкий ужин. Пармезаном я салат не посыпала. Обычно его посыпают пармезаном, потому что у нас козий сыр. Тосты с козьим сыром. Салат получается очень вкусным. Всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Хорошего настроения и до новых встреч.